Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Досмотрите видео до конца, там обсудим новости, на которых можно будет заработать на этой неделе. А сейчас посмотрим сделки, которые я вам приготовил в торговом терминале MetaTrader. По евро-доллару движемся к уровню сопротивления. Если до него дойдем, то в районе 1.1696 можно будет ставить ордера на продажу. Что касается индекса доллара, то движется к уровню поддержки. Здесь в районе 1.9379 можно будет покупать. По индексу S&P500 движемся вверх, но если все-таки будет коррекция вниз к уровню поддержки зеркальному, то в районе 4.370 можно будет поставить ордера на покупку. В целом, в принципе, тренд у нас восходящий будет. Вот на D1 можно будет наблюдать. Поэтому покупки у нас, скажем так, в приоритете. Что касается доллара и иена, он находится в долгосрочном восходящем тренде. Очень короткие откаты, поэтому тоже рассматриваем только покупки. И в данном случае нам может в этом помочь уровень поддержки зеркальной в районе 1.13849. Здесь можно оставлять ордера на покупку. Что касается доллара и канадца, пока что в нисходящем тренде. Но оставляем для себя зеркальный уровень сопротивления в районе 1.2581. Здесь можно будет продавать, если все-таки цена пойдет вверх. Далее еврофунт. Также приближается к уровню сопротивления классическому. В районе котировок 0.8470 можно будет ставить отложенные ордера на продажу. По доллару и франку примерно такая же картина, но все-таки цена сначала бы сходила вниз. Если потом пойдет вверх, то будет у нас в районе 0.9260 сигнальчик на продажу. Если прямо сейчас пойдет, то будет слабый сигнал. По нефти. Нефть у нас в долгосрочном восходящем тренде и движется к уровню сопротивления еще трехлетней давности. Поэтому, думаю, наверняка будет коррекция, возможно, сложным пробоем. На уровне 0.8652 можно будет ставить ордера на продажу. Ну и, наконец, золото. Золото у нас такой треугольной консолидации. Как я и говорил в прошлый раз, цена хорошо отбилась от уровня сопротивления. Сейчас находится посередине этих уровней. Если еще раз подойдем к этому уровню, можно будет рассчитывать на продажу от уровня 1.789 либо на покупку от уровня поддержки 1.738. Что касается календаря. Неделя в целом спокойная. Сегодня вот тут ВВП по Китаю. Ну, было уже. Завтра выступление главы Банка Англии. Возможно, немножко поколеблит рынок. Среда спокойная. В четверг саммит лидеров ЕС. Возможно, будут какие-то всплески. Далее, в пятницу, вот единственное, что я вижу здесь, это решение по процентной ставке Центробанка РФ. Вот. Поэтому движение доллар-рубль, возможно, повысит свою волатильность. Ну, так, в целом, неделя спокойная. Поэтому можно использовать скальпинговые стратегии по уровню поддержки сопротивления и спокойно торговать. Вот такие у нас новости на эту неделю. Так что желаю успешной торговли. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.